Привет всем! Меня зовут Антон, а вы на канале ЕСИ Тайм. Сегодня хочу с вами поговорить по поводу падений с моноколеса, а также рассказать про защиту, которую я использую, ну и так сказать показать наглядно места, куда прилетало, чтобы все учились на чужих ошибках, а не на своих. Итак, поехали! Теперь давайте поговорим с вами о падениях. На мой взгляд, ключевая особенность моноколеса, как это ни странно, это в том, что это одно колесо, благодаря чему вы имеете максимальную мобильность, вы можете развернуться на месте на 180 градусов, чего не можете сделать, ну ни с одним девайсом, у которого два колеса, ни велосипед, ни самокат, вам надо поднимать. Здесь все очень легко и просто, но в то же время эта особенность является и в плане падения, и главным минусом. Проблема вот в чем, когда вы едете прямо, если у вас впереди кочки, корни, бордюры, неважно, вот в этой плоскости колесо офигенно устойчиво, но стоит появиться боковому воздействию, вы задеваете что-либо педалью, колесо резко поворачивается, ну логично, то есть вы от этого никуда не денетесь. Соответственно, колесо резко поворачивается под вами, и вы летите дальше со скорости колеса, но уже без колеса. Это может произойти когда угодно, вас кто-то может задеть в плечо совершенно не сильным касанием, вас также развернет и упадете. Вы можете спрыгивать с бордюра и зацепить педалью бордюр, если прыгнули не перпендикулярно, либо там не рассчитали скорость, и вы точно также улетите в сторону. На мой взгляд, это ключевая особенность, и все мои падения лично связаны именно с таким воздействием сбоку, ну никуда не денешься. Давайте теперь покажу вам свою защиту, покажу наглядные места, куда мне прилетало. Насчет защиты, кстати, на мой взгляд, это просто база, это вот три части тела, которые необходимо закрыть в первую очередь. Это голова, ну тут понятно, травмы головы бывают, к сожалению, несовместимы с жизнью, причем вы можете кататься, не знаю, там пять лет в шлеме, ни разу, да, вот сколько падать, и ни разу не задеть головой. А можно один раз не надеть и на совершенно небольшой скорости упасть, положиться затылком или виском об асфальт. В общем, последствия могут быть печальные. Вторая часть тела это кисти, с кистями вообще все просто, вы падаете, выставляете их вперед, а кисти просто очень легко ломаются, там тонкие кости, поэтому защита кистей. И третье, это колени. Колени это же один из самых сложных суставов организма, и их починка будет стоить очень дорого и долго. И тут тоже проблема в том, что вы можете упасть вот на травку, она вроде как мягкая, да, но там будет вот такой вот камушек, соответственно, мениска или там жидкость будет скапливаться, операция и все такое. В общем, это не круто. Вот это, на мой взгляд, топ-3 части тела, который обязательно надо закрыть. Итак, теперь давайте вам покажу свой комплект защиты. Сразу скажу, что это защита на максимум. С таким комплектом я езжу, когда я точно знаю, что я буду выходить на пч, что буду гонять. Ну, первый шлем TSG PASPRO, всем известная моделька, да. Сразу говоря, это велосипедный шлем. На мой взгляд, на скоростях до 50 километров в час этого достаточно. Хотя сейчас, конечно, я сам думаю о мотошлеме, так как появилась проезжая часть, скорость возросла. Далее всем известны колени Elite Dual Axis. Это мотоколени. Видно уже, да, вот как она покосана. На колени я прилетал. Здесь достаточно толстый пластик, это очень круто. Плюс они удобные тем, что вот этот шарнир позволяет вам ходить. И плюс вот эти застежки. Короче, их можно надевать, не снимая обувь. Это очень классно, очень удобно. Кисти. Кисти у меня самые недорогие. Это фирма Roller Blade. Часто спрашивают, что за кисти. Но даже такие, видите, руки уже стесаны, да. Чем они не хороши? Тем, что у них с одной стороны только пластины. По-хорошему надо, чтобы и сверху тоже было. Но, тем не менее, лучше такие, чем никакие. Ну, далее панцирь. Панцирь Lead Body Protector 5.5. Мне этот панцирь нравится. Это мото-панцирь. У него грудь и спина защита по второму классу. Плечи и локти по первому. Ну, вот опять-таки локоть. Вот, видно, что на грудь прилетал стесно, да. Офигенно, круто. Мне нравится. У этого панциря есть защита ребер сбоку. Кстати, видите, и ребра тоже хоцаны. В общем, панцирь этот я рекомендую. Есть такая же версия, только без вот этой вот термо-кофточки. Тут уж смотрите, кому что нравится. Ну, также у меня есть еще и мотокуртка. Есть отдельные локти. И все это использую по мере необходимости. Все комбинирую. Итак, давайте подведем небольшой итог. В итоге лично я катаю в защите. Я придерживаюсь принципа, что если не ты, то в тебя. Мы катаем в городах. И вот лично у нас в Москве здесь просто дурдом. У нас самокатчики, велосипедисты, бабушки, бегуны, доставщики. Все это велодорожка, не велодорожка, то есть полный хаос. В общем, я защиту надеваю. Делать это вам или нет, решайте сами. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Оставляйте комментарии, используете защиту или нет, и пригождалась ли она вам, спасала ли. Ну, а с вами был я, Антон, канал AC Time. Катайте аккуратно, без травм. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok